Всем привет! С вами ТВ Детки. Мама Мия! Это же мы находимся в настоящей сказке на праздном открытии первого тематического парка развлечений страна смешариков, у которого нет аналогов в мире. Наша Нюша уникальна. Собственно сбылась мечта фанатов легендарного мультсериала. Такого вы еще не видели. Здесь даже есть вокзал, откуда можно отправиться, путешествуя по ромашковой долине. Блогеры и артисты, интерактивные приключения, а также торжественное перерезание ленточки. Ну а самое интересное в этом выпуске. Как и у кого получилась такая идея создать такой парк? На самом деле идея создать парк у нас витала очень давно и мы хотели найти правильное место, правильных партнеров для этого. Поэтому скажу, что в разработках парк находился, мне кажется, уже больше 10 лет, но реализовали его только сейчас. Какие у тебя впечатления от нового парка смешариков? Здесь очень весело, здесь детям очень интересно, потому что здесь очень много разных аттракционов, где можно просто полазить, побегать и так далее. Когда увидела страну смешариков, я такая, вау, супер! И теперь отныне это прям мой самый-самый-самый любимый аттракцион. Приятные на самом деле впечатления. Очень круто сделали. И мне кажется, выбрали правильное место, правильную локацию, правильное все. Мы только выступили, мы хотим посмотреть сейчас все локации, но на первое впечатление у нас, конечно, все очень здорово, очень красиво. И даже взрослым на самом деле хочется посетить все локации. Мне кажется, что это самый прикольный парк в Москве. Здесь столько всего интересного, мне кажется, мы еще и половину не успели обойти, дети зависают просто то на лабиринтах, то на батутах. Видишь, я сегодня тоже такая яркая, прям под парк смешариков. Но я еще не успела попробовать все аттракционы, но очень надеюсь, что меня пустят на них. Мы в полном восторге. Мы ждем, когда еще вокруг все зацветет, станет теплее, и это превратится уже в полноценную ромашковую долину. Расскажи о своих впечатлениях от нового парка смешариков. Впечатления просто безумные. Смешарики – это один из моих любимых детских мультиков. Это потрясающее, сухватывающее путешествие, и организаторы действительно смогли передать эту атмосферу детству и так далее, поэтому все очень-очень весело. Он очень яркий, красивый, классный, и детям там безумно нравится. Здесь такое все яркое, красочное, очень много похожих локаций, прям точь-в-точь, как в мультике. Мне вообще все очень зашло. Здесь очень красиво и интересно, моим дочкам все понравилось. Тут очень классные горки и все такое. Есть настоящие домики такие, смешарики еще ходят. Парк получился великолепный, очень яркий, насыщенный, очень много аттракционов. И понравился и деткам маленьким от годика, и деткам постарше лет 7-8. Просто супер! Парк излечения «Сказка» был выбран не случайно. Это единственный парк в Москве под открытым небом и чувство русской тематики. Кажется, мне кажется, что наши с вами знаменитые смешарики, которые не похожи ни на одного персонажа в мире, будут соседаться с бабой-ягой и хулиганкой Машей и медведем. Как вы думаете, у смешариков есть конкуренты из других стран? Если да, то какой это мультик? У нашей страны очень мало конкуренции. Я очень люблю наши детские мультики. Я считаю, что детский мультик, ну, скорее всего, это про Микки Мауса, потому что это один из любимых детских мультиков у иностранных детей. И, наверное, это даже действительно их конкуренты такие. У смешариков конкурентов нет, потому что смешарики самые крутые, и я их просто обожаю. One love. Именно если про круглых персонажей говорить, то нет, потому что они были созданы в России впервые. А вообще конкурентов очень много, конечно. Мы вообще говорим, что у нас нет конкурентов в том смысле, что вся анимация очень дружная, все персонажи могут существовать вместе. И мы знаем, что дети любят совершенно разных героев из разных мультфильмов, из разных вселенных. Поэтому мы все-таки надеемся, что если они бы встретились, они бы подружились, они бы конкурировали. Как вы думаете, у смешариков есть конкуренции из других стран? Если да, то какой мультик? Я думаю, нет. Наши смешарики, они самые веселые и самые добрые, так что им точно нет конкурентов. Мне кажется, нет конкурентов из других стран. Я думаю, даже американцы смотрят этот мультик, потому что он близок к всем. Я думаю, что у смешариков вообще нет конкурентов. Это отдельный вид искусства детского, так что думаю, нет. Конкурентов из других стран нету, но из России максимум Маша и Медведь. Именно из таких детских я знаю фильм, который, ну, мультисериал, если ты можешь сказать, Gravity Falls, который, я думаю, смотрели все. Но он такой больше в другом направлении. Он уже такие человечки, люди, персонажи. А именно из смешариков таких анимационных. Я думаю, что смешарики сейчас просто топ-1. Какой твой любимый герой в мультик и смешарики? И почему? Наверное, в новых это мать Нюша, потому что она модная и иногда интересная. Прочистает себя в роли нее. Крош и Нюша. Крош, потому что он такой веселый, спортивен, классный. Она мне сразу с детства нравилась, когда я только узнала о смешариках, она мне прям сразу понравилась, потому что она такая розовая, в моем любимом цвете, с покоронами всякими. Мне ближе, наверное, Крош, он мне нравится. И, наверное, ближе какой-нибудь ежик, либо бараш, потому что они более такие, как это правильное слово, меланхоличные, что ли. Наверное, Крош все-таки, потому что он неунывающий, заводной и очень-очень жизнерадостный. Нюша. Она очень веселая и красивая. Мне нравится Нюша, потому что она красивая и потому что она девочка. Кар Карыч. Знаешь почему? Он бухтит много, я тоже люблю по бухте. Крош самый активный, предприимчивый, всегда всех во все вовлекает, и мне это очень отзывается. Это Крош, просто потрясающий персонаж, всегда реактивный, всегда много у него идей, хоть и безумных, но в любом случае он очень интересный, креативный персонаж. И он очень красивого цвета, в детстве был мой любимый цвет, голубой. А какой твой любимый герой? Ну, наверное, Пин. Потому что он, если он взялся за вот какое-то дело, то он может дойти до своей цели, придумать что-то и воспроизвести это все в реальность. Конечно, Пин ведь это самый умный там персонаж и, конечно, Копаточ. Копаточ это легенда. Мне больше нравится Копаточ, потому что он такой более юморной. Мне нравится Бараш, он очень симпатичный и такие стихи пишет, конечно, Нюша, я бы сама в нем влюбилась. Мой любимый герой это Крош. Он просто веселый смешарик, да, не человек. Крош, конечно. Наверное, вы хотите спросить, почему Крош? Ну, все просто. Он Крош, я Краш. Бараш, наверное. Он мне близок, как поэт, как человек, который размышляет о людях. Нюша и Крош, потому что Крош очень позитивный. А Нюше, в принципе, мне нравится ее дизайн и ее характер, потому что он немного похож на мой. А как у вас появилась идея создать смешариков? Ну, давно хотел сделать какой-то проект с интересными персонажами. Появились персонажи, появился и проект. Ну, и, естественно, благодаря большой, хорошей и слаженной команде. На территории более трех тысяч квадратных метров расположился театр Каркарыча, большой батут, лабиринт смешариков и дома персонажей. Незабываемые эмоции гарантированы для детей всех возрастов. Правда, билет-пак не дешевый. 1200 рублей для детей и 400 для взрослых. Но организаторы уверяют, что оно того стоит. Ведь все локации создавали совместно с художниками и создателем этого культфильма, который 18 лет назад создали знаменитых персонажей. А это значит, что мы словно окажемся по ту сторону экрана. Кстати, здесь можно праздновать даже свой день рождения. Как ты думаешь, сколько должен стоить билет в этот парк? Ну, чтобы он был недорогой, чтобы все детишки смогли прийти сюда и поиграть здесь. Детям хотя бы 1000 рублей, потому что сейчас, ну, как бы детям хочется повеселиться, тем более в наше сейчас непростое время, конечно, бы хотелось, чтобы делали скидки, потому что дети — это цветы жизни. 1200-1300, хотя он бесценен. Рублей 800-900. От 500 до 1000 рублей. Думаю, в пределах 2000. Сколько должен стоить билет в такой парк? Наверное, не очень дорого, но от 1500 рублей, я думаю, будет достаточно. Вход будет такой. Я придумываю вход для смешариков. Для того, чтобы посетители посетили этот замечательный парк, они должны что-то сделать по входу. Я не знаю, разгадать какую-то загадку, ребус, я не знаю, попасть в какой-нибудь шарик. Вот, если они это делают, и у них это получается, то они проходят. Ну, думаю, в районе 200 рублей. Я думаю, это будет идеально. Если ребенка там от 5 до 6 лет, то, например, рублей 500. Ну, а там уже по возрастам. Ну, тысяч 5. 750 рублей пусть будет. Мне кажется, от 500 рублей. «Мешарики» — это сериал для всей семьи, на котором уже выросло несколько поколений детей. За 18 лет было снято 600 серий, которые перевели на 23 языка и показывают в 94 странах. Наших русских Нюшу и Кроша обожают дети во всем мире. Группа компании «Рики» является настоящим лидером российской анимации. Мультики, смешарики, фиксики и Тима Тома не имеют аналогов. А теперь у нас есть возможность не только видеть своих любимых героев, а еще поиграть с ними в новом парке развлечений. В «Мешариках» часто затрагивают тему воспитания детей. Скажите, если бы вы снимали серию, то о чем? Я бы, ну, в «Мешариках» уже много чего снято, но я бы, наверное, еще снял серию про самостоятельность, чтобы дети могли самостоятельно делать какие-то дела, то есть были ответственные. Я бы сняла бы, наверное, про то, как смешарики снимают либо кино, как пытаются снять кино, либо выступают на мировой сцене вместе с известными звездами. О чистоте, потому что я работаю с детьми, и я часто наблюдаю, что дети не всегда моют руки, поэтому, наверное, эту тему в первую очередь я затронула бы. Так как я уже подросток, я бы, конечно, связал, наверное, что-то с темой любви, возможно. Поскольку у нас многодетная семья, у нас трое деток, мне кажется, было бы интересно, как они взаимодействуют, как находят решение в спорных ситуациях, и как они вместе отдыхают. О том, чтобы дети слушали родителей и делились с родителями вкусняшками. А если бы ты придумывал серию, то о чем? Наверное, как разговаривать с родителями, потому что маленькие дети до семи, до восьми лет разговаривают очень плохо с родителями. Наверное, о какой-нибудь, не знаю, смешной жизненной ситуации, там, может быть, какую-то, не знаю, про школу, например. Ну, я бы сделала о звуку, может быть, просто науки, там, историю о ученых, может быть, их открытия, какие-то их формулы. Наверное, о том, что нельзя предавать. Я бы сняла серию, как нужно быть дома, если ты один, и не открывать дверь чужим людям. А я бы сняла серию, как нужно вести себя, например, на дороге, как нужно переходить дорогу, это ведь учить детей. Я бы сняла серию смешариков, где там есть 13 айфоны и найки. То, что надо кушать кашу, заниматься спортом и слушаться родителей. И я бы сняла серию про то, что иногда бывает лучше и веселее поиграть с друзьями на улице, чем посидеть в телефоне или посмотреть мультики. А по какому мультику ты бы сделал парк? Вот, по Gravity Falls. Я уверен, что в него выходило очень много народу, потому что и в самом мультике там есть какие-то аттракционы, и можно было бы классно обыграть, связать мультик с реальностью, и думаю, что было бы круто. Волшебники изумрудного города и сказки, потому что очень интересно захватывающим мультиком, можно было бы очень красиво сделать в парке различные аттракционы и так далее. Я лет в 13-14 безумно кайфовал от мультика «Время приключений». Вот, наверное, я по мотивам этого мультика бы открыл какой-нибудь парк. Скуби-Ду, мне очень нравится этот мультик. Или, ну, погоди, мне кажется, было бы очень классно. Мультсериал «Энканто», потому что там очень прикольный сюжет, там есть много героев, много песен, и там просто завораживающий сюжет, который мне очень понравился. Фиксики. Мы очень хотим сделать парк с фиксиками, он будет с другим акцентом, больше про науку, про технологии, как и сам проект, и мы очень надеемся и верим, что следующий парк будет с фиксиками. Ай да бараш, ай да вичусын, как же здесь интересно! Вы обязательно должны это увидеть своими глазами! Ну а с вами были ТВ-детки. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ВК и Телеграм. Оставайтесь в курсе самых интересных событий. Всем пока-пока! Оставайтесь! Тв-детки. ВОСТОР Marketing Корр겠ывай! ВОСТОР-канал! ВОСТОР'-кана! ПО lam Kar Wo